Прежде чем физическое лицо стало инвестором на рынке ценных бумаг, он должен ответить себе на следующий вопрос. Какие риски он готов понести в связи с его деятельностью на рынке ценных бумаг и какую цель он ставит перед собой? Если физическое лицо решило использовать свои денежные средства в коммерческих целях, в предпринимательской деятельности, и он рассматривает этот вид деятельности как основной, то есть приносящий ему доход, на который он живет, то ему разумно подумать о приобретении статуса предпринимателя без образования юридического лица. Но этот статус наряду с большими преимуществами, в том числе и налоговыми, может влечет за собой и достаточно серьезную степень ответственности, потому что предприниматель, то есть субъект предпринимательской деятельности, обязан вести достаточно строгий бухгалтерский учет, налоговый учет. И одновременно он несет ответственность, которая может возникнуть в результате его предпринимательской деятельности, всем своим имуществом. Далеко не каждый гражданин настолько амбициозен, чтобы действовать на свой страх и риск, рисковать всем своим имуществом, отвечать по всем юридическим обязательствам, всем, что он имеет. Поэтому я думаю, что для граждан, которые просто имеют определенные накопления и которых не устраивает достаточно низкие процентные ставки по банковским депозитам, эти люди могут стать инвестором. Но не в качестве предпринимателя, а как инвестор, который не прочь немножко заработать на фондовом рынке. Поэтому мы осветили сейчас два разных статуса. Предприниматель как некое такое юридическое образование с соответствующим статусом. И частное лицо, которое просто решило поиграть на фондовом рынке. И разумеется, в зависимости от того, какой статус выберет человек, определяется и его налоговый статус. И, соответственно, те налоги, которые он будет платить в связи с такой деятельностью. В налоговом кодексе есть, раньше были статьи, которые предписывали определенным агентам, которые получают или продают крупные имущества крупной стоимостью. Налоговый кодекс обязывал их уведомлять о таких покупках налоговые органы. К таким организациям относились компании, которые продают автомобили, компании, которые продают недвижимые имущества. И о таких покупках вот эти организации обязаны были уведомить налоговый орган. И вся эта глава, вернее, статьи были под названием «Контроль за крупными расходами физических лиц». Ценные бумаги не входили в перечень данного имущества, которое подлежит контролю. Поэтому, даже когда эти статьи были отменены в связи с принятием закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, ценные бумаги это никак не затронуло. При работе на фондовом рынке Российской Федерации частный инвестор обязан себе четко представлять, что вполне возможно он получит больше выгод по сравнению с тем, которые он получал до начала работы на рынке ценных бумаг. Одновременно он должен себе четко представлять, что большие права влекут более высокие обязательства. Поэтому, вступив на тропу фондового инвестора, вы обязаны вступить на тропу и добропорядочного законопослушного налогоплательщика. Также я бы порекомендовал инвесторам достаточно аккуратно и внимательно относиться к своим налоговым обязательствам. Не нужно пытаться минимизировать свои налоги достаточно сомнительными схемами и уловками. Нужно быть максимально открытыми для налоговых органов и максимально прозрачными. И это может быть не сейчас, но через несколько лет это вам сослужит хорошую службу. Поскольку, чем больше вы открываете своих доходов, чем больше вы платите налогов, тем больше прав у вас возникнет потом, когда вы решите легально приобрести какое-то имущество высокой стоимости. И последняя рекомендация. Для того, чтобы аккуратно, внимательно и законопослушно относиться к своим налоговым обязательствам, вам необходимо хотя бы на первом этапе проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом, который учтет все ваши индивидуальные пожелания, все ваши индивидуальные возможности и порекомендует вам оптимальную, подходящую максимально для вас схему налогообложения ваших доходов.